Доброе утро, Букертов! Сегодня мы займемся утренней гимнастикой и мы будем строить предложение с глаголом Шалах в переводе с иврита на русский язык Отправил или послал Спонсор этого урока Дмитрий А. Большое спасибо Дмитрию за поддержку нашего проекта Изучение иврита в интернете Итак, давайте переведем с русского языка на иврит Что ты отправил в Лондон? Ма-ата шалахта ле Лондон И если мы хотим то же самое, этот же вопрос задать женщине то вопрос будет звучать Ма-ат шалахт ле Лондон Ма-ат шалахт ле Лондон Обратите внимание, слово шалахта и слово шалахт пишутся одинаково То есть по контексту мы понимаем, как прочитать Если будет ад, то шалахт Если а-та, то мы прочитаем шалахта В речи можно говорить без местоимения Если по контексту понятно Обращаясь к мужчине, мы можем сказать Ма-ша-лахта ле Лондон Что ты отправил в Лондон Обращаясь к женщине Ма-ша-лахт ле Лондон Что ты отправила в Лондон Давайте скажем сейчас, например Я отправил или я отправила книгу А-ни-ша-лахт-ти сэфер А-ни-ша-лахт-ти сэфер Если имеется ввиду конкретная книга То есть я хочу сказать, что я отправил эту книгу И слушатель или читатель понимает, о чем идет речь То мы, соответственно, скажем А-ни-ша-лахт-ти это сэфер А-ни-ша-лахт-ти это сэфер Давайте спросим Кому ты отправил его? Сэфер в иврите мужского рода И здесь его Кому? Ле-ми-а-та-ша-лахта-у-то Ле-ми-а-та-ша-лахта-у-то Если мы зададим этот же вопрос женщине Кому ты отправила его? То это будет Ле-ми-а-та-ша-лахт-у-то Или без местоимения Можем сказать Ле-ми-а-лахта-у-то Кому ты отправил его? При обращении к мужчине Ле-ми-а-лахт-у-то При обращении к женщине Давайте, например, скажем Я отправила или я отправил Игорю А-ни-ша-лахт-ти-ле-и-гор А-ни-ша-лахт-ти-ле-и-гор А давайте сейчас вместо Ле-и-гор мы скажем Ему Я отправил или я отправила ему А-ни-ша-лахт-ти-ло А-ни-ша-лахт-ти-ло Давайте спросим Когда вы отправили посылку? Посылка на иврите Хавила Если имеется в виду посылка То, что у нас в коробке Или в чем-то таком То, что отправляется по почте Посылка в этом смысле Когда вы отправили посылку Матай-атем-ша-лахтем-ха-вила Хавила это посылка Матай-атем-ша-лахтем-ха-вила Если мы имеем в виду конкретную посылку То мы скажем Матай-атем-ша-лахтем-эта-хавила Матая тем, шалах тем, это хавила. Давайте ответим. Например, мы отправили ее утром. Мы отправили ее утром. Анахну шалахну ота бабокер. Анахну шалахну ота бабокер. Давайте спросим, куда вы отправили ее? И обратите внимание, то же самое можно сказать или написать без местоимения. При этом я рекомендую, особенно на начальном, точнее на среднем этапе это изучается, говорить с местоимениями и писать с местоимениями, потому что так легче. Вероятность ошибки уменьшается, если мы используем местоимения. Леан шалах тем ута или Леана тем шалах тем ута. И здесь окончание у нас играет. А тем шалах тем. Если бы было, например, как сейчас в ответе, мы отправили ее, например, ей, я скажу. Анахну. И обратите внимание. Анахну шалахну. Когда я использую местоимения, вероятность ошибки уменьшается. Анахну шалахну ей Ла. Анахну шалахну Ла. Мы отправили ей. Но можно и без местоимения, когда опыт позволяет уже. Шалахну Ла. Мы отправили ей. Давайте спросим. Откуда вы отправляли? Откуда? На иврите. Ме-эйфо-атэм шалах тем. Ме-эйфо-атэм шалах тем. Откуда вы отправляли? На всякий случай я отмечу, что есть слово откуда. Ме-эйн на иврите. В иврите высокого стиля. В классическом иврите. В обычной речи это слово, как правило, не встречается. Поэтому мы используем слово ме-эйфо. Эйфо это где? Ме-эйфо из где дословно. А по смыслу? Или от где дословно? А по смыслу мы переведем откуда. Еще раз. Ме-эйфо-атэм шалах тем. Откуда вы отправили? Давайте скажем. Мы отправили с почты. Анахну шалахну ме-эйфо. Или ми. Давайте сначала. Дуар. Анахну шалахну ме-дуар. Мы отправили с почты. Если имеется ввиду какое-то конкретное отделение почты. С этой почты мы отправили. То мы скажем ме-эйфо-атэм шалахну ме-эйфо-атэм. Или, например, я хочу сказать. Мы отправили из, например, рыховат. Город называется. Из рыховат. И получается анахну шалахну ме-эйфо-ат. Ме-эйхо-ат. Или как бы нормативно рыховат. Произносят с ударением на последнем слоге. но в обычной речи, как правило, рыховут произносится название этого города. Анахну шалахну мэ рыховут. Давайте спросим, в какой день ты отправил? В какой день? Бе-эйзе йом. И мы спрашиваем мужчину. Ата шалахта. Бе-эйзе йом ата шалахта. В какой день ты отправил? Давайте, например, ответим. Я отправил в воскресенье. Ани шалахти бе-эйм решун. Я отправил в воскресенье. И если женщина будет говорить, я отправила, в первом лице у нас совпадает в прошедшем времени. Женщина тоже скажет. Ани шалахти бе-эйм решун. В воскресенье. Можно без местоимения. Тогда у нас будет шалахти бе-эйм решун. Давайте спросим, какого числа ты отправила? Обратимся к женщине. Какого числа? И это будет звучать на иврите. Бе-эйзе таарих. Таарих это число. Бе-эйзе таарих как бы в каком числе, в какой дате. Мы переводим это какого числа. Бе-эйзе таарих ад шалахт. Бе-эйзе таарих ад шалахт. Давайте, например, скажем. Я отправила, например, восьмого апреля. И это будет звучать. Ани шалахти бе-шмуна бе-април. Бе-шмуна бе-април. Ани шалахти бе-шмуна бе-април. Давайте сейчас еще я хочу уточнить, что слово шулях это посылает или отправляет. В том числе не только вещь какую-то можно отправить или послать. Можно человека послать куда-то. Ну, имеется ввиду как бы направить куда-то в этом смысле. И, допустим, я хочу спросить, кого ты послал в магазин. Например, там за хлебом, да, условно. Кого ты послал в магазин? Я спрашиваю мужчину. И кого на иврите? Это эт ми. Эт ми. Это кого мы сделали здесь. Винительный падеж. Эт ми. Ми это кто? Эт ми. Кого у нас получилось? Эт ми ата шалахта лаханут. Кого ты отправил в магазин? Эт ми ата шалахта лаханут. Если мы то же самое, этот же вопрос задаем женщине, то мы скажем Эт ми ат шалахт лаханут. Или, соответственно, без местоимения при обращении к мужчине. Эт ми шалахта лаханут. Кого ты отправил в магазин? Или при обращении к женщине? Эт ми шалахт лаханут. И еще раз я отмечу, что слово шалахта и слово шалахт пишутся в иврите одинаково. Нам автоматически хочется написать шалахта и поставить букву гэй. Но это будет ошибка. Так нельзя делать. И мы помним, что окончание та в прошедшем времени без буквы гэй. И это касается всех глаголов, всех типов глаголов. Эт ми шалахт, например, или шалахта лаханут. И давайте ответим, например, я отправил или я отправила Игоря, например. Они шалахты от Игоря. Они шалахты от Игоря. Теперь давайте спросим, что он отправил тебе, например. Мужчину мы спрашиваем. Ма гу шалах лиха. Ма гу шалах лиха. Давайте ответим. Он отправил мне конфеты или сладости. Гу шалах ли мамтаким. Мамтаким от слова моток. Сладкий мамтаким. Условно это сладости. Это не обязательно конфеты в нашем понимании. Какие-то там могут быть разные сладости. У шалах ли мамтаким. Давайте спросим. Спросим женщину, например. Когда она отправила тебе книгу? Матай ги шалха лах сефер. Если мы имеем ввиду конкретную книгу. Эту книгу слушатель, читатель понимает, о чем идет речь. Тогда, соответственно, мы скажем. Эт а сефер. Матай ги шалха лах. Эта сефер. Если мы этот же вопрос зададим мужчине, тогда вместо лах будет звучать лиха тебе. Матай ги шалха лиха. Эта сефер. Например, давайте ответим. Они отправили его нам вчера. Гэм шалху ото лану этмоль. Эм шалху ото лану этмоль. Они отправили его нам вчера. И так далее. То есть вы придумываете предложение. Все, что приходит в голову. Сразу же понимаете. Если вдруг вам какого-то слова не хватает, то это слово нужно внести в свой словарный запас. И таким образом мы постепенно продвигаемся. Когда мы строим простые, понятные. И я надеюсь, что это было нужно. То есть нужные предложения. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания. Продолжение следует.